Друзья, всем привет! Вы как обычно находитесь на канале Отдыха от Адая. С вами, как всегда, Ксюша Александр. Наступает уже вечер, и мы решили сегодня съездить на улицу Шератон, посмотреть, какие там цены. Вообще, есть ли там туристы. Да, посмотреть. В общем, взяли мы по привычному такси из отеля, уже не стали заморачиваться. Вот, прогуляемся на набережную Марина. В общем, посмотрим, какие цены, посмотрим, что есть. Вот, и обязательно покажем это вам в сегодняшнем нашем видео. Приятного просмотра! Алло! Алло, как дела? Хорошо! В Египте очень красивые закаты, и сумасшедший красивый рассвет. Если хотите увидеть именно самый красивый рассвет в Египте, то надо ехать в Шарм-эль-Шейх и подняться на гору Синай. Там, конечно, непередаваемые ощущения, когда встает солнце в 5 утра. Как оно встает? Ну, так солнце не встает ни в одном другом месте. Вот так! Над головой. Поэтому, если вы хотите посмотреть красивые виды, то обязательно приезжайте в Египет. Солнце, горы, все это очень гармонично смотрится и красиво. Приехали мы на Шаратон, да? Да. Шаратон, да. Магазин сувениров. Магазин сувениров. Каду, Каду. Ребят, посмотрите, Каду сувениров. Это имя магазин Каду. Ага, Каду. Каду это подарок вам, честно? Подарок вам. Здравствуйте. Красава. Смотрите, как новая работа будет. Красава, честно. Слушайте, Каду спасся. Как интересно. Снеговичок. Класс, да? Есть верблюды. Даже эти скоробей. Скоробей люксоровские. Ассортимент скоробей, наверное, больше, чем в люксоре. Гляньте, какие есть громадные скоробей. Пирамиды. Всякие разнообразнейшие животные, статуэтки животных. Как большие, так и маленькие. Нефертити. Всякие бедуины или местные. Жители. А скажите, а в какую еще сторону вот эта широта? Я скажу в своем формате сейчас. Ага. Подсвечники. Жду меня один раз. Давай. Всякие коробочки. Сувенирные можно положить. Секунду. Я дам нашу информацию, либо беру сейчас, что сделает. Какие красивые. На вашу фицу. Кальяны есть. Это свица ночью. И видели такую картину сейчас? Видели? Ага. Сейчас видели? Да. Когда клочные свица, это будут разные картины. Сюда. Кальяна ваши руки. Сейчас будет светиться ночью. Сейчас будет фокус. Смотрите, ребята. Давай. Как красиво, да? Кошка и... Брамида. И пирамида. И вертики. Пирамида. Видишь все? Да. Да. Все. Дермиджей. Не сильно хорошо видно, потому что камера не может, конечно, передать. Очень красиво. А тут видно? Нет. Там видно было, а тут. Видишь Мария? Мария, видели? Мария. Сейчас посмотри, Мария. Сюда. Мария, сюда крестьяне. Посмотри, где два сейчас. Тайная вечеринка. Видели Мария? Крест. Сразу говорю, не передается на камеру, но тут крест Иисуса. Это настоящий павирус. Не как на улице. Не поддержно. Потому что здесь на серфике дают. Люди там и дам без ни серфика, без ни роли. Нельзя нам самому. Нельзя. Ты потерять и деньги, потерять и субмирь. Честно. Это настоящий павирус. У нас в Гитаре. Мы туда будем лежать. Сейчас информация вам. Масло есть даже. Это бадуарба, два масла. А зубные пасты есть? Джаджоба есть и все. Зубные пасты есть? Зубные пасты есть. Есть? Есть месуар кисти вам? Вот. Это кожа. А почему пасты? Месуар? Пацаны, естественно, надо торговаться. Часы, футболки, сумки. Сом, кареми, кошельки, футболка. Все, что хочешь. А, ну, тут большое. Все есть сюда. Да, очки. Типа магазин Адарьи и Джорджа Клуни в Шарм-Аль-Шейхе. Нет. Это лучше говорит. Лучше? Да. А вы там были? Адарькова не? Адарькова не? Адарькова не здесь. Карабодези. Можно посмотреть? Здесь. Сюда, сюда. Флеблайн, все. А, это они такие, да? Одинаково, баба, чисто. Да. Это разная картина, баба, чисто. Угу. Флеблайн, баба, чисто. Очень красиво. В общем, вышли мы из первого магазина. По ценам потом будем возвращаться, потому что нас там заберет трансфер из отеля. Вот прям тут, тут же ж. А, давай перейдем на ту сторону, да и это. Возьми меня за руку. Перейдем к Белависте и будем идти уже по той стороне. Подожди, Белависта, мы будем идти на ту сторону. Да, прям на набережной Шаратон находится. Да, удобненько. По поводу цен. Потом сориентируемся, но первоначально такие, конечно, цены он озвучивает. Тридцать долларов, да. Типа за футболку. По качеству, а флопа. Да. Ну, понятное дело, что цена их на я. Тридцать долларов. Пять, как обычно. Слушай, это как в крутом в нашем магазине. Да. В общем, людей... Мало. Догуляет мало, мало, мало. Практически нет, я бы сказал. Кафешки пустые. Курх-одинская жизнь. Ну, как-то так. В основном одни местные и машины. Да. Машин, конечно, много. Но, несмотря ни на что, маловато людей. Еще пока ни одного земляка не встретили. На той стороне магазины Армани, Водофон. Собаки гавкают. Тут в основном отели. Очередной отель. Очередной отель. Покажи все отель. Да, какой-то отель. В общем, контрастно все выглядит. С одной стороны магазины, сувенирные лавки. Все смотрится очень супер. Все смотрится ярко, красочно. С другой стороны проходишь 50 метров. И уже, конечно... Грязь. Наслали. Нет, нет, не так все ярко, скажем так. Много магазинов. Дед Мороз. Разных магазинов, разного направления. Иль Меркато есть. В Шербальшехе есть. Были мы когда-то в этом отеле. Да, отель. Иль Меркато. Красный отель. Да, хороший отель. Значит, вот цены. 10 лир. Это в лирах, да? Лиры? Лиры, да. В принципе, нормальные цены. Достаточно нормальные. Вода получается 15 лир, 1 доллар. Это вода... 1 доллар, да. Это причем в ресторане. Можно спокойно присесть, посидеть. Сигу прямо на широтоне находится. Это мы идем все по широтону? По широтону идем. Не знаю, наверное, минут уже 5-7 идем. И за это время я увидел только... Вот сейчас женщину нашла с дочкой. Только двух туристов. О, вот идут туристы. Туристы. Туристы начинаются. В общем, туристов немного по самому широтону. Ребят, давно хотела увидеть водоросли от Ле Паша. Что она мне очень нравится? Идем, так пройдем, сниму и там пойдем. Возле него, кстати... А, там нету выхода? Нет. Возле него, кстати, много магазинчиков. Что тут есть? Сувенирная клава. Сувенирная клава, да, вещи, все, что хотите. Фармация. Светные, прикольные пуляции. Лампы. Как светится красиво. Ход, люблю все эти виблики, такие штучки-дрючки. Фармация. Ле Паша. Какая-то сцена. Это, видимо, от отеля. Ну да. Тут проходят какие-то, да, выступления. Вечерние шоу или проходили. Чайна-таун. Чайна, да? Китайский ресторанчик даже есть. Прошла бы, конечно. Это Чайна-таун. Покушала, что там интересного есть. Ля Паша. Красивый такой отельчик. Ага. Зашли мы в магазин. Ребят, не пошли в магазин, заходите в магазин. Тут доллары раздают, пачкают просто. Мафия, мафия, мафия Египет. Покажи, что ты купила. Очень хороший продавец. Покупатель, покупатель. Мы накупили наши любимые зубные пасты. Мы их очень любим. Хорошие пасты. И купили крема. Для суставов. Это нас попросили. Не, не, не. Не, не надо. Не, 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 не. В общем, ребята, на Шератоне есть вот такая вот. А как молоко? Классное. Но нету такого. Могу дать 20 рублей. А вы мне молоко. Где вы можете приобрести все необходимое, если вас интересует масло черного тмина. Есть, есть, есть. Крема. Подожди. Мази и так далее. Слушай, все. Скидки. Холодную. Всегда есть скидки. В общем, везде вас будут зазывать. Дошли мы до Шератмаума. Сейчас вроде нам направо. На набережную Марина. Планируем идти. В общем, можно повернуть там, где повернули мы. На надписи Марина. А можно дойти до мечети. Это еще один пролет. И повернуть на мечети. Спуститься буквально. Ну сколько тут? 100 метров. И с левой стороны будет надпись набережная Хурхада Марина. Сейчас посмотрим. Это должно быть набережная. Сказали, лучше всего приезжать после ужина. Но если вы хотите нормально прогуляться, хотите еще пошопиться, приобрести себе там креветки или что-нибудь, то я думаю, после ужина не особо будет настроение. Лучше выезжать часов 6. И вот. И уже ехать в район Шератона. Вот такая вот надпись набережная Хурхада Марина. Мы когда вошли... Проходили, померяли температуру нам. Мы когда вошли сюда на набережную, сказали одеть маску, померить температуру. Только потом пропустили. Вот график работы, кому интересен. Работает с 10 утра до 12 ночи. Есть разные 3D-игры. Ксенька рада, что выбралась из отеля. Есть ресторанчики. Слева, справа. Везде ресторанчики. Стоят яхты, корабли. Ну, в основном, здесь расчет идет на морепродукты. Мы гуляем. Вот. Цивилизация достает и здесь. Корабли пиратские. Вот такие вот чудо-корабли. Деревянные, пиратские. Здесь находятся с разнообразнейшими флагами, на которых проводятся морские экскурсии. Ну, в основном, на улице очень много ресторанов. А тут я хочу сказать, на набережной, очень красивенько, миленько. Вот снова невеста, посмотри. Ага. Темно, жалко, темно. А вон еще одна невеста. Да. Сюда люди приезжают. Жалко. Темно. Не все можно передать с помощью камеры. Ну, почему темно? Потому что все светится. Все уже зовут, зовут, машут. Не, он здоровается. Здоровается. Добро пожаловать, видишь, зовут. Мне эта набережная, знаешь, что напоминает? Порт Алькантау в Тунисе. Да. Да, там тоже. Какие у них красивые классы. Да, порт, рестораны и все, как и здесь, в принципе. Порт, рестораны и все. Люди сидят в кафе. В общем, где-то никого нет, где-то полно людей. Все по-разному абсолютно. Ну, в основном полу пусто. Да, ну, и я так хочу сказать, не так уж и много приезжих, скажем так. В основном местные. Да, местные. Детей много местных бегают. Там невесты бегают. Да, люди свадьбы празднуют. Очень много, ну, разнообразнейших яхт. Красивых, таких, дорогих, скажем, яхт. Ну, да, вот. Да, там вон вдалеке, в темноте, их просто неимоверное количество стоит. Есть банкоматы, если кому-то нужно поменять валюту. Также есть карта самой набережной. Есть набережная карта, где можно посмотреть, что вас интересует и пройти. Ребят, ну, нам посоветовали в отеле, что лучше все-таки на Марину, на Шаратон, на Шерри ехать, ехать днем, ой, ехать вечером, потому что вечером, говорят, очень красиво, да, действительно, вечером красиво все светится. Где зазывают запах моря обратно же, запах там кухни местной. Вот, все очень красиво. Лучше ехать, конечно же, вечером, потому что днем жарко, днем не работают ни фонари, ни подсветка, ничего не светится, то есть не будет вот этого колорита, да? Скорее всего, даже некоторые магазины будут днем закрыты. То есть вот этот колорит этого места, конечно же, он не передастся, вот. Всех натряное есть, мороженое есть, привыкты есть, просто есть. Цены, цены очень даже таки доступные. Это мохито 74. 3 доллара. Лобстер под заказ, сейфудграмм. Хочешь 400 грамм, 400 грамм, 500 грамм. Как хочешь. Коктейли. У нас коджки, рези, гарни, похудим. Похудим? Да, подарок, худим. Вот разве днем будет вот эта вся красота? Нет, конечно, не будет. Сейчас. Мы еще вернемся сейчас. Ксенька, глянь какая в конце набережной открывается красота. На мечеть. Такая мечеть. В принципе, как вы сами видите, то людей практически нет. Несмотря на то, что сейчас как раз вечер, самый сезон, все-таки, все-таки туристов не так много, как до карантина. Даже можно сказать, у нас уже с сегодняшнего дня в отеле людей много, да? Уже прям ночью. Даже третьего аниматора взяли. Да, прям чувствуется, что людей много. А вот... Ну, только в отеле. Люди приезжают, еще никто никуда не ездит. Все сидят, отдыхают, наслаждаются отдыхом. Он наслаждается тем all-inclusive, который есть на данный момент. Ксенька, скажи, как ты считаешь, цены в магазинах изменились со временем карантина? Ну, хочу сказать, что да. Цены, конечно, стали выше, подорожало. Они хотят больше, какие-то дорогие экскурсии, дорогие цены в магазинах. Хотят... Ну, не прям сильно дорогие, но чуть-чуть цены выросли. Ну, в половину подорожали цены. На некоторые позиции в половину, да, подорожали. Некоторые позиции, цены подорожали в половину. Туристов практически нет, поэтому... Они стараются нам там нещадно... Да, хотя бы там на чем-то... На чем-то хотя бы чуть-чуть больше заработать, потому что поток туристов уменьшился, а кушать хочется так же, как и раньше. Поэтому... Ну, это, в принципе, нормальное явление, поэтому сильно не обижайтесь. Вот. Надо понимать, что сейчас кризис везде, поэтому и цены, естественно, чуть-чуть стали выше. Кстати, хочется подметить еще один такой факт, что на входе спрашивают обязательно, есть ли у вас маска, но вы не встретили ни одного человека, кроме персонала ресторана, в маске. Зашли в магазин одежды. Сейчас посмотрим, какие здесь цены. Ну, тут цен нету. Цен нету, да. Нужно спрашивать. Ну, в среднем мы спрашивали. Такого плана платья где-то... 17. Там, если сторговаться, 14 долларов. Такого где-то на доллар дешевле. Да, я хотела. Поэтому, как бы, цены на ваше усмотрение. Кому приемлемые, кому дорого. Ассортимент обширной футболки, джинсы, шлепанцы. Ну, в принципе, как и везде, все есть. Прохладненько. Да, единственное, что... Еще раз повторюсь, цены, как сторгуетесь. Потому что, ну, нету... Нету фиксированного прайса ни на одном из изделий. Друзья, касательно цен в Хорхаде. Нет фиксированного прайса, поэтому не будем озвучивать какие-то цены, так как все зависит от настроения продавца, от времени суток, в которые вы пришли в магазин, сколько у него было посетителей, и от вашего умения торговаться. Поэтому, на нашу точку зрения, цены немного выросли. Ну, а мы будем закачивать наше сегодняшнее видео и отправляться в отель. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока. 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 Пока-пока.